Ну и завершает нашу секцию доклад нашего сопредседателя Александра Михайловича Иванова, Талуга, факт МСКЦ травматической катаракты. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, разрешите нам тоже представить один клинический случай. К нам обратился пациент с жалобами на снижение зрения. В общем-то, правый глаз в 1982 году, у него было проникающее корнеосклеральное ранение, выполнены ПХО-раны по месту жительства, удаление травматической катаракты. Вот мы видим обширные дефекты капсульного мешка, остатки капсулы с хрусталиковыми массами в верхних отделах. И как-то так сложилось, что всю жизнь пациент прожил, никто ему нигде не предложил прооперировать этот глаз, хотя мы видим приличную остроту зрения с плюсовой коррекцией. Он обратился, потому что у него стало снижаться зрение на парном глазу, там поставлен диагноз влажная форма ВМД, и острота зрения за два года упала уже до двух строчек, поэтому он пришел к нам. И получается, что правый глаз, на который никогда не обращали внимания, сейчас уже рассматривался как функционально лучший. По данным УБИЭМ мы видим обширные дефекты, отсутствие связочного аппарата, деструкцию циллярного тела в нижних меридианах. Толщина кортикальных масс в капсульном мешке в верхних отделах достигала практически трех миллиметров. Обсуждая план операции, нам предстояло ответить на несколько вопросов. Во-первых, в каком объеме удастся выполнить пластику радужки при таком дефекте, насколько она окажется податливой, потому что 36 лет – это большой срок. От этого отчасти зависел выбор модели ИОЛ, будет это заднекамерная модель, или нам придется использовать зрачковые модели ИОЛ. Это зависело от того, в каком состоянии окажется капсульный мешок, и какой объем задней капсулы удастся сохранить. Учитывая, что этот глаз функционально лучший, мы в основную цель поставили выполнить микроинвазивную хирургию с минимальной травмой, с получением максимального функционального результата. Вот картинку мы видим. Дефект задней капсулы занимает больше половины. И такой полугунный фрагмент картикальных масс. Вскрытие передней капсулы осуществляется с помощью пароцентеза и ножниц, потому что фиброзные изменения не позволяют другого способа вскрытия капсулы. Мы попробовали частично помыть картикальные массы с помощью эрегационно-аспирационной системы бенмональной, но это оказалось неэффективным. Мы только на периферии могли добиться успеха, поэтому мобилизируем весь этот фрагмент в переднюю камеру, используя сверху опору, остатки капсульного мешка как опору. Первый приятный сюрприз был в том, что время сыграло нам на руку, и вторичный фиброз стекловидного тела сформировал такую достаточно плотную его структуру. И мы видим, что нет ни выпадения волокон стекловидного тела, и, в общем-то, используя виски эластики, блокирующие этот дефект. Надеемся, что так этот фиброз и будет оставаться, потому что если мы нарушим эту структуру, то можно получить дислокацию фрагментов, ветриальную полость. Ну, пока этого не происходит, учитывая подобранные параметры, камера практически стабильна. Ультразвук увеличивали до тех пор, пока он оказался эффективным. Мощность ультразвука практически 80% торсионного ультразвука используется, потому что за это время критикальные массы превратились в такие кальцинированные. Вы видите, и по цвету некоторые фрагменты имеют уже такой бурый оттенок. Но постепенно хрусталик поддается. Не пришлось нам увеличивать, расширять разрез и выводить его нануально, потому что хотелось, в общем-то, как-то ограничиться максимально микроинвазивной техникой. Но это оказывается эффективным. Поэтому первый вопрос по поводу методики удаления катаракты прошел по такому более щадящему плану. Второй момент, который нас интересовал, насколько удастся сохранить в каком состоянии цинновой связки сверху и насколько остатки этой капсулы можно бы использовать как фиксирующий момент для выбранной модели EOL. Это второй приятный сюрприз. Абсолютно мы видим стабильное положение капсульного мешка. Удалось выделить фрагменты. Мы чистим эпиноклиус, убираем остатки картикальных слоев и вторичных клеток. И вы видите, что дефект капсульного мешка где-то с 4 до 8 часов. В общем-то, остаточная периферическая зона капсульного мешка достаточно большая. Принято удаляем фиброзную мембрану по краю капсулы, потому что она находится в оптической зоне. Удаляем щадящее, чтобы оставить максимальную поддержку, потому что уже видно, что здесь получится имплантировать заднекамерную модель EOL. По краю этого дефекта успокойно удается избавиться нам от этого фиброза и освободить оптическую зону. Однозначно при всех травмах, разрывах и подвывихах идеально подходит модель трехчастной EOL. Здесь нам удается имплантировать ее в капсульный мешок, что еще более будет обеспечивать ей стабильное положение в будущем. И за счет того, что удалось сохранить структуру стекловидного тела, оно тоже как бы выполняет этот фиброз какую-то опорную функцию. Третий приятный сюрприз, что радужка оказалась достаточно податливой. Мы ее мобилизовали, насколько возможно. И, в общем-то, даже не выполняя послабляющих разрезов, постепенно формируем зрачок. И, несмотря на этот срок, мы часто видим, что радужки претерпевают метрофичные изменения. Они могут прорываться во время этих манипуляций. В данном случае удалось даже сформировать зрачок. Это было четвертым приятным моментом в этой хирургии. После формирования зрачка, пластики, радужки, домываем виско-эластик. И, в общем-то, на этом завершаем хирургию. Таким образом, на все поставленные вопросы мы ответили. И нам удалось провести микроинвазивную хирургию. Получить приличный результат зрительный уже в первые сутки после операции. Сейчас пациент приезжал через три месяца после операции. Этот эффект по зрению сохраняется. Небольшой цилиндр, связанный с рубцом роговицы в зоне проникающего ранения. И хотелось сказать, что начинали мы вчера видео-секцию с доклада Кирилла Борисовича «Попытка-пытка». В данном случае завершаем видео-секцию докладом «Попытка-не пытка». И, в общем-то, когда удается даже в тяжелых случаях обойтись микроинвазивной хирургии без витриктомии, без каких-то осложнений, это тоже приятно. Конечно, интереснее смотреть на какие-то осложнения во время таких видео-сессий. В данном случае мы продемонстрировали доклад именно при их отсутствии. Спасибо за внимание. Спасибо большое за демонстрацию. Приятно видеть, во-первых, великолепная хирургическая техника, уверенность и правильная тактика. В целом, практически все мы одобряем, что Вы выполняли. И действительно, было удачно все сложилось. И не всегда бывает такая податливая радужка после такой травмы. Но Вы правильно выбрали возможность выполнить пластику. Единственное, может быть, не могу сказать замечание, но я бы, наверное, все-таки думал о том, что было бы неплохо, поскольку это нижний сегмент, закрыть вот это вот отверстие, которое еще сформировалось как поликории практически в нижнем сегменте. Это можно было бы сделать, наложив V-образный шов, но тогда пришлось бы класть еще один шов ближе к центру. Наверное, это, в принципе, было бы затяжкой операции, но оправданно. Объясню почему. Потому что тот единственный шов, который Вы наложили, сформировав зрачок, к сожалению, не очень надежен. Он может со временем прорезаться, поскольку радужка в натяг, и если бы там было два шва, это было бы надежнее. Ну и плюс вот отверстие у лимба, которое может вызывать засветы. В целом все получилось очень хорошо. То, что выбрана трехчастная модель, вот очень поддерживаем, это правильно и эффективно. Спасибо большое. Спасибо за комментарий. Все мысли, которые Вы сейчас озвучили, они возникали. И, в общем-то, я с Вами абсолютно согласен. Но изначальный был план, как можно минимизировать время, сроки, учитывая функциональный глаз. Можно было придумать все, что угодно, закрыть этот дефект максимально. Я надеюсь, что, в общем-то, на более длительное время хватит этого шва. Если с ним возникнут проблемы, тогда уже мы будем идти именно таким путем. Спасибо за комментарий. Спасибо.